Далее новости спорта в студии Дмитрий Варановнин. Физкульт привет. Сегодня в столице Удмуртии стартовал чемпионат России в гонке Критериум. Это дисциплина в велопрограмме одна из самых зрелищных и скоростных. Она очень нравится не только спортсменам, но и зрителям, которых сегодня на трассе собралось достаточно. Свидетель всему этому Марина Азягина. Это самая динамичная гонка протяженностью 60 километров. Ее победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных на промежуточных финишах. Участникам такая гонка нравится. Говорят, ее интересно ехать. Здесь нужно быть очень резким гонщиком. Как правило, обычно проводится по техническим кругам. Техничным гонщиком нужно быть внимательным и выносливым. Тут еще тактика. Может уехать отрыв и даже ты очень сильно останешься сзади и ничего не сделаешь. Гонка по очкам. Гонка зрелищная, потому что постоянно идет борьба. То есть не какая-то там тактика именно доехать до последнего финиша, как в групповых гонках и финишнуть, а именно каждый второй круг. Задавали тон гонки самарские спортсмены. Антон Самохвалов, Александр Жданов, Евгений Зотов. Накануне именно они заняли весь пятистал почета на велом многодневке «Удмуртская правда». Для них, как, впрочем, и для большинства участников этот старт – это подготовки к июльскому национальному первенству в Севастополе. Это подготовки на отличных гоночных трассах. Нам очень нравится, и ребятам, и все. Дорожное покрытие идеальное. Никаких ни ям, ничего. Все превосходно. С дистанцией справились все гонщики. Ну а победителем критериума стал в итоге Александр Жданов из Самарской области. Ребята помогли. Уехали изначально в отрыв. Потом я переложился с другим гонщиком и в финале разыграли победу. Гонщики Удмуртии в турнире этом не участвовали. Третий же тур чемпионата страны в гонке «Критериум» пройдет в августе в Твери. И в продолжении велотемы. Наш земляк Антон Гоголев стал серебряным призером чемпионата России по веломарафону. В 80-километровую дистанцию он преодолел за 3 часа 29 минут 50 секунд. Еще один воспитанник Удмуртской школы велоспорта, ныне выступающий за команду Москвы, Алексей Медведев, выиграл на этом старте 18-ю золотую медаль. А теперь вести с других спортивных арен. Ижевчанин Алексей Чижов одержал победу и стал чемпионом России по стоклеточным шашкам в классической и быстрой программах. Также он выиграл серебро в турнире с суперукороченным контролем времени на партию. Соревнования эти проходили в поселке Лоо Краснодарского края. Аванапе стартовал чемпионат России по плаванию на открытой воде. В первый день были разыграны награды на дистанции 10 километров. Золото выиграл Антон Евсиков из сборной Волгоградской области. Наш земляк Сергей Большаков финишировал вторым, уступив победителю всего 0,03 секунды. Напомню, что этот старт отборочный на чемпионат Европы в Голландии. В Ижевск на несколько дней приехала баскетбольная звезда, серебряный призер чемпионата мира, победитель чемпионата Европы, победитель первых европейских игр по баскетболу 3 на 3, чемпионка Евролиги Мария Черепанова. Наша съемочная группа не могла упустить такой момент и пообщаться с именитой уроженкой родникового края. После тяжелого сезона Мария Черепанова приехала восстанавливать силы на свою малую родину в Ижевск и первым делом поспешила на баскетбол и к своему первому наставнику Вере Устиновой, которая разглядела в девочке будущую звезду. Маша с детства была очень амбициозная, всегда хотела добиться. Пришла, когда она мало что умела, но она рвалась в первую пятерку, то есть она требовала, чтобы ее выставляли. То есть вот это был с детства характер. Бойцовский характер помог Марии добиться высот в оранжевом мяче. Причем не только в стандартном, но и в игре 3 на 3 формате, который в мире уже давно признан как один из зрелищных. Я думаю, что перспективный, потому что так как его развивали последние два года, то что я думаю, что возможно через какое-то время он даже может быть олимпийским видом. Все к этому идет. Сейчас Мария входит в состав сборной России и помогает команде отобраться на чемпионате Европы, который пройдет в 2017 году. В клубной жизни ее домом стала команда УГМК из Екатеринбурга. Я, конечно, понимаю то, что я играю сейчас вообще в лучшей команде Европы и мира, потому что у нас собраны игроки со всех стран. Это лучшие игроки из сборной США, из сборной Испании, из всех сборных. В общем, играется неплохо, атмосфера хорошая. С каждым разом, с каждым игрой будем прибавлять, будем стараться, будем доказывать. Доказывать свое спортивное превосходство Мария будет в следующем сезоне. А пока дом, отдых, встречи с родными, близкими и друзьями. И пешие прогулки по набережной и центру города, который она так любит. И еще о баскетболе. Стали появляться новости из стана клуба «Купол Родники». Тренерский штаб на следующий сезон остается прежним. Валерий Конотопов и Сергей Швыткий будут и дальше трудиться, и пытаться выполнить поставленную задачу – выйти в плей-офф. Помогать им в этом будет новый состав команды. У нас остается Самсонов. Вопрос был по нему. Из прошлого состава также остается Петухов, также остается Хамитов. Подписали мы позиции 4-5 Большого. Подписали Ежов Дмитрий в Екатеринбурге выступал, в Парме выступал. Значит, Карпека Алексеев, Урал. Екатеринбург прошлый сезон провел. Тоже четвертый номер. И Лидеев Владимир. Далее о футболе. Воспитание глазовского мини-футбола Дмитрий Лысков стал серебряным призером чемпионата России в составе команды «Газпром-Югра». В решающей встрече против подмосковного «Динамо» югорцы уступили лишь в овертайме 2-5 и стали вице-чемпионами. И традиционный анонс. В 10 утра на стадионе «Динамо» пройдет первенство Удмуртии по многофункциональному многоборью. В это же время на городском пляже соберутся любители пляжного волейбола на турнире «Чайник-2016». А 12 июня в шахматной школе определят сильнейших участники городского первенства. И 12 июня в 11.30 на биатлонном комплексе будет дан старт вело-многодневке на призы индустриального района Ижевска. Это все новости спорта у меня на сегодня. С вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова